В вашей жизни мало трэша? Получите свою ежедневную дозу на канале Хекана Намбуан, Истории Путан, Чефир от Паши Техника, Бывшие Наркоманы, Красивейший Трап Галя и многое другое ждут вас по ссылке в описании. И пошла на Галуе. Ну такой он, кстати, получился. Всем привет, простите за видео. В прошлом ролике мне довелось побывать в штабе интернет-расследований, посмотрите, какую кучу мне удалось там разворошить. Ну а сегодня мы возвращаемся в штаб веб-шпионажа, потому что без меня там начался полный хаос. Оставшись без контроля, все сотрудники поддались искушению. Кто-то в баду, кто-то на друг вокруг и... Теперь они отправляют попу фото в лучших мирах. Я остался один, и чтобы ролики выходили чаще, а не раз в неделю, я собираю команду. Соавторы с опытом работы в интернет-журналистике и видеомонтажеры с постоянным опытом работы в Premiere Pro не менее двух лет. Присылайте ваши работы ютубного формата на почту sibwebspice-sobaka-gmail.com Получайте тестовое задание, при успешном выполнении пополняйте наш штаб. Начинаем выпуск. В штабе веб-шпионажа появился новый сервис для разведки. Мамба. В баду сидят пикап-мастера, вдруг вокруг педофайлы. Мамба же стала пристанищем для самых извращенных и озабоченных умов. Я люблю их попки все ваши. Чё? Люблю попки мыть языком. Безумно. Ты можешь стать хорошим техноблогером. Жополизом я хорошим стать могу. Ну а я о чём? Ну не будем торопиться. Ознакомимся с нашей сегодняшней легендой. Я создал аккаунт девушки. Каноничная Аня вернулась. Статус гласит. Не ищу здесь любовь, но ищу то, что может в неё перерасти. А ещё я не кусаюсь. Пишите, как дань уважения забаненным в баду аккаунтом. В общей информации типичный набор привлечения самцов. Причём буквальный. Ну и пункт, который отличает мамбу от баду, являющийся причиной здешнего сперматоксикоза. Сексуальные предпочтения. Здесь я выложился по полной, отметил все возможные пункты и даже дописал свои. Меня возбуждают умные мужчины, которые знают много интересных фактов. Готово стать спонсором. Давайте посмотрим, сколько простейших мне удалось наловить в этом первичном бульоне. Как же хочу тебя т***ть рачком в попку. Макс подмигнул вам. Вероятно, он хочет познакомиться с вами или просто выражает свою симпатию. Я не знаю, к какому пункту это отнести. Как же хочу тебя т***ть рачком в попку. И он сам же меня заблокировал. Короче, вы поняли уровень. Некоторые не пропустили моё влечение к фактам. Факты. Всего я трахнул 32 женщины. Сколько из них живые? Ну а тем временем мне написал Макс. Не уверен, что знаю так уж много интересных фактов, но пара у меня в рукаве точно найдётся. And you know what? This is the shit is chat on the entire planet. Я не знаю, может быть только у меня он не работает. Факт, что ты любишь выебываться английским, не подходит. Я не люблю им выебываться, но похуй. Выебываюсь через силу, да. Ааа, синдром Никселя Пиксельского. Слышала о таком, прости. Очень страшная дизиз. Young люди very подвержены ей. Щеть. И снова попытка соблазнить меня фактами от Дмитрия. Знаю все столицы европейских государств. Начинайте. Что? Называй столицы. А ты мне что? Себя. Только если твои факты будут того стоить. Называй страну, я тебе столицу. Париж. Франция. А, ну ты глупый, конечно. Франция столица Лондона. Иди нахуй, мразота. Надо уметь проигрывать интеллектуальные битвы. Как говорится в народе, какой же выпуск веб-шпиона без тактик. И тактика дурачка работает безупречно, как всегда. Приветик. Повертим? Да я недавно проветривала, вроде свежо в комнате. Я не знаю, как это читать. Я тоже забочусь об уровне СО2 в помещениях. Очень мешает сосредоточенности. Как тебе такое? Там картинка, на ней сидит мужик с завязанным ртом, а на заднем плане кто-то занимается сексом. Кукол знаешь? А-а-а! У меня целая коллекция кукол. Муа. Хе-хе. Как тебе, Монстр Хай? Ответа не последовало. Наверняка очередной фанат шлюшек из Винкс. Доброй ночи. Только зашел на твой профиль, сразу встал. Показать? Тоже мне сверхспособность. Не от каждого просмотренного профиля такая реакция. Комплимент. Тебе должны вернуть деньги за те курсы пикапа. Таким подкатом можно было научиться бесплатно. Спросите меня как? Надоели тупые девки. Постоянно клеится к тебе, а ты оказываешься интересным собеседником. Хочется уже стать тру ТНН и иметь почет у пацанов. Смотри веб-шпиона. Всего один лайк за ролик и вот ты уже магнит для девушек. Ну, который отталкивает. Типа, когда полюса одинаковые, ну, они отталкиваются и... Ты понял? А девушки просто посмеются и... Та, пофиг. Потом я ей написал, типа, привет, давай секс. А она меня проигнорила. Во падла. И следующий выпуск выйдет через 40 тысяч лайков. Вам не сложно, а... Наш штаб существует только благодаря этому. Тем более я набираю команду, а ведь откуда-то надо брать лайки, чтобы ими расплачиваться. Я решил пустить в ход ваши тактики. Верно, теперь под каждым выпуском веб-шпиона вы можете писать свои тактики и... Самые лучшие будут приобщены к делу в будущих выпусках. Попробовать переплюнуть собеседника по количеству грязных домогательств, доводя ситуацию до абсурда. Клин-клином вышибать, так сказать. Что-что, но домогательств здесь долго искать не приходится. Для меня важны короткие встречи 5-10 минут. Когда мне поставите на колено, будете пить на щеках, плевать, и я кончаю на ваши сапоги. 5 тысяч. С тебя сапоги. У вас опыт с рабом имеется, а еще принесешь мухобойку. Я буду бить по спине, чтобы оставался рисунок. Он сразу прислал номер. Это будет сложнее, чем я думал. Еще предпочтение. Плевки пощечины. Когда сможете приехать? Никогда, если только плевки пощечины. Детский сад. Шланг 1,5 метра, 7 миллиметров диаметром. Садовые ножницы. 3 любых плюшевых медведя. И полкило живых карасей. Для начала. Достанешь? Хух. Ответа нет. А значит, битва извращенств выиграна. Но не война. Очень часто первое сообщение на Мамбе включает в себя цифру. Привет, увидимся 10. Так вот, это ценник. Привет, конечно, 9. Алексей не стоил 10, на мой взгляд. Ну и так как я указал в анкете, что могу быть спонсором, решил действовать. Увидимся? Куда за тобой подъехать? Нифига, я хотел это сказать. Резинка есть? Нет. Ты крутая. Рот закрой. Связать тебя надо будет. Что? Выбирай. Колючая проволока или хирургическая нить. Что за хуйню пишешь? Ты под чем? Можно, кстати, испишем тебе все тело маслом? Может, не надо? Дай номер, поговорим. Ты маньячка? Сожмешь между ягодиц острый перец. Если отпустишь, получаешь плетью. Этот оказался совсем слабочком. По-моему, я овладел этой тактикой в совершенстве. Прервемся на рандом диалоге. Я вас категорически приветствую. Тупое говно. Тупого говна. Говно. Привет, рад познакомиться с тобой. Фото свое скину, если ты, конечно, захочешь знакомиться. Не хочу, но кидай. Почему не хочешь? Потому что ты страшный. Как я узнал это до того, как он кинул мне фотографии? Я не знал. Привет. Интересует встреча в авто. Ха, бездомный лох. А что мне, каждую шлюху домой водить? Так ты выгнал собственную мать из дома? Заблокировал. Видимо, противник классического юмора. Следующий диалог был с ошибкой. Не судите строго. Приветик, милая. Ммм, ты безумно очаровательная. С большим удовольствием познакомлюсь поближе. Не ближе, чем два метро. Хорошо. Я не собираюсь нарушать твое пространство. Только по обоюдному согласию. Нет, ну я согласен. Только не ближе, чем два метро. Метро. А ты в МСК живешь? Нет, я все правильно пишу. Метро. Какая же тогда ошибка, спросите вы. Моя жизнь. Запускаем тактики. Переходим к следующей тактике. Ты из прошлого и должен общаться соответственно. Привет. Сейчас где ты? Мое почтение, сударь. Почиваю в покоях своих. А вы где проводите время? Я сейчас только приехал в сауну. Приезжай. Скидывает номер телефона. Похоже, тактика отлично себя проявляет. Меня уже пригласили в сауну. Это огромный прогресс за все выпуски веб-шпиона. Вы с комрадами отправились в баню, а ли в одиночку? Я с дедушкой. Приедешь или нет? Вы вызовите мне погонщика. У тебя завтра время есть? Ты и я. Больше никого. А дедушка? Не понял. Ваш дедушка потешит меня присутствием своим. Да. Давай. Дай номер. Телефон? Да вы что же, из знатного рода. Такой роскоши я отродясь не видал. Лишь на работе у маменьки однажды. Она гувернантка в доме главы губернии. Слушай, Аня, хочешь встретиться или нет? Сразу скажи. Я безумно хотела бы сбежать с вами, Тимур. Но папенька уж готовит меня на выданье сыну главы губернии. А с его приданным никому не получится тягаться. Но Тимур настойчивый хулиган. Хотя бы номер дай. Завтра, послезавтра, когда у тебя время будет. Я решил добавить сюжетный твист, достойный любого романа 19 века. Это жених Анны. Не пристало джентльмену писать даме в преддверии свадьбы. По такому случаю бросаю вам эмоджи-перчатку в ваше наглое лицо и вызываю на дуэль. Ха, дай номер, позвоню. Лучше не надо, а то обоих роком поставлю, буду ебать по очереду. Роком судьбы. Ты позвони, говорю. Я звонил. Ты боишься отвечать. Когда ты звонил, мраз конченый. Я вам звонил. Ссыкло еще быть может. Ответишь мне, когда закончишь трусить. И он мне больше не ответил. Очередная победа интеллигенции над невежеством. Сделаем перерыв в тактиках. Наряд странных диалогов. Какая сексуальная девушка? Хочешь секс? А кто не хочет? Кто? Я, например. Похвально. Привет, ты хорошо выглядишь. Не против познакомиться? Да. Нет. Ладно. Я тоже в растерянности, как и вы. Мамба не так однозначно, как все сервисы, что были до этого. Здесь, возможно, на первый взгляд невозможное. Мужчины, не желающие секса и отшивающие сами после того, как предложили познакомиться. Это аномальная зона. Продолжим изучение. Следующая тактика от нештатных сотрудников. Короче, начни ролить. Ну тип. Аня посмотрела на своего собеседника и, улыбнувшись, сказала. Ты хочешь со мной познакомиться? Ну или типа того. Я подумал, это отличная практика, ведь я собираюсь себя посвятить сфере кино и уже рву волосы на заднице для поступления в один топовый европейский киновуз. Подробнее об этом ждите на моем лайв-канале. Или здесь. Скорее всего, здесь. Привет, ты очень симпатичная. Меня Александра зовут. Давай познакомимся? Аня дрожащими руками начала набирать. Давай. В ее голове это звучало застенчивыми. Да, давай. Она не знала, к чему приведет это знакомство, потому что мужчины давно стали для нее разочарованием. Но Александр, вдруг написавший ей на мамбе, почему-то заставил вспыхнуть искорку надежды в ее сердце. Да ты поэт. Случайно не ведешь свою статейку на газете «Субботний вестник»? Саркастичный ответ Александра задел Аню. Она не была готова к таким нападкам и потому начала робко набирать. Охуеть ты шутник, блядь. Веб-шпион Сибирский знал, что это всего лишь работа, но в груди почему-то ощущал осколки. Зная, что на кону стоит его репутация как самого стойкого агента, проглотив огромный ком и примерив маску невозмутимости, он произнес Фигню какую-то предложили интересную. Следующая тактика. Пиши сообщение, которое все начинаются на одну букву. Я немножко домыслил эту тактику. Привет, познакомимся? Так тебе это тело такое терпимо. Что? Говорю, голова гремит. Прости, перед постом пить пытаюсь поменьше. Ну так что? Нашел надежную нежную невесту. Ты такая? Ммм? Мне можно менять мужчин максимально много. Зачем? Больше бабла будет. Понятно. Ладно, тебе интересно или нет? Заинтересована золотом. Заедешь за зайкой? А ты где? Первая Пушкинская опять. Подъезд первый. Приедешь, поговорим. А город? Москва. Мерзкое место. Может, махнем? А в Москве нет первой Пушкинской. Ошиблась. Оставь одну, олень. Указывать он мне тут вздумал на мои просчеты. Следующая тактика. Тактика йода. Говори наоборот. Можешь даже буквы расставлять задом наперед. Привет, Аня. Александр, привет. Как делишки? Чем занята? Отбрось банальность всю. Оригинальным будь. Кого выберешь? Умного, красивого, состоятельного или адекватного? Поверхностные варианты твои. Смотреть глубже надо. Иначе ускользнет человека индивидуальность. Сначала нужно узнать человека, потом смотреть глубже. Индивидуальность? Ты еще ничего не сказала? Как я могу сказать, индивидуально ты или такая, как и все? Да ебался до меня, че ты? Сука, умный, что ли, самый? Похоже, не судьба. Заканчиваем тактику эту. Мой рабочий день вновь окончен. Голосуйте за лучшую тактику. Пишите в комментариях свои. Не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик и ставить лайк. Веб-шпион уходит. Пока.